Всем добрый вечер! Приветствую вас на очередной серии нашей с вами ТОКО, посвященной политической психологии. И мы с вами договаривались, что сегодня продолжаем с вами вести беседу, которая продолжает наши четыре, наверное, предыдущих ТОКО, где мы говорили о непростом таком механизме, который, оказывается, есть внутри каждого человека. И который нас делает предрасположенным к авторитарным, либо к демократическим режимам. Для тех, кто, может быть, не присутствовал на наших предыдущих ТОКОх, мы опирались до сих пор на работу Райха. Добрый вечер, добрый вечер, Натали! Всех рада приветствовать! Извиняюсь, что с небольшим опозданием, поскольку прям одна за другой у меня сегодня консультации и встречи. Потом, как обычно, Инстаграм тестировал мое желание встретиться с вами. В смысле, оно не требует тестирования, но, видимо, такое качество, как determination, оно требует. Но, естественно, я не сдалась, и вот я уже с вами спустя 10 минут. Значит, «Народная масса и фашизм» — это была работа, которую мы обсуждали. Сейчас пока у нас подключаются оставшиеся психология масс, «Народная масса» по-русски перевожу, произведения все, работы все иностранные. Екатерина, добрый вечер. Екатерина, спасибо большое за то, что информацию по поводу лайва на моей странице дали, поскольку, как мы уже и договаривались, сегодня на полчаса позже мы встречаемся в связи с моей занятостью, поговорим с вами сегодня про следующую работу в рамках этого тока. А затем, как обычно, поскольку воскресенье, вечер, то я должна буду переключиться на свою страницу Наташи Тритау, где сегодня где-то в 22 часа мы встречаемся для того, чтобы обсуждать текущие политические события, новости. Несмотря на то, что я замечаю, что люди, которые не привыкли отслеживать политику и политические события на регулярной основе, ну, несколько устают, несколько уже устают от такой концентрации новостей, в медийном поле. Но так или иначе, все, кто желает присоединиться к моему току, пожалуйста, я буду рада с вами побеседовать, поделиться моим видением событий, которые произошли на этой неделе, и в том числе, опять же, поставив их в ту рамку, которую я постоянно говорю, и ответить на ваши вопросы, если у вас таковые созрели на данный момент. Так, ну, судя по тому, что никаких возмущений, чего-то нет, то меня, по всей видимости, слышно хорошо, да, слышно меня достаточно, я громко говорю, так, и все будет хорошо у нас с записью в том числе. В том числе вы не стесняйтесь задавать вопросы по предыдущим нашим темам, хотя я понимаю, что они требуют такого осмысления, которое держит в плоскости не только политической психологии, но в том числе и социологию, что 100%, но и в том числе философию, в общем-то. И работа, которую мы сегодня с вами перейдем, я ее анонсировала уже на нашей предыдущей встрече. Это следующий наш исследователь, который тоже был рожден в Европе, в ту самую эпоху, когда зарождался Третий Рейх, соответственно, когда изначально в Италии возник фашизм, а далее в Германии появилось непосредственно уже то самое движение, которое позже было названо нацизмом, и сейчас символически называются этим словом, те самые движения, которые поднимают голову, назовем это так, в разных странах, где-то больше, где-то меньше. Не могу сказать, что достаточно информации для того, чтобы люди все-таки не путались, где нацизм, где неонацизм, и что же все-таки происходит, но это уже лежит в плоскости скорее именно политологии, нежели политическая психология. Так или иначе, Четырех Фром — это уже немецкий исследователь, философ, поэтому то, что мы сегодня будем обсуждать, оно лежит не только в плоскости политической психологии, а философии в том числе, поскольку работа, которую мы в основном будем обсуждать в контексте предрасположенности авторитарным режимом, в общем-то, работа есть главная, написанная этим автором, тем не менее, я думаю, что я буду ссылаться на две работы, несмотря на то, что первая, которую я хочу упомянуть, иметь или быть, она написана, на самом деле, позже, но она самым тесным образом связана с основной работой, которая, так же, как книга Райха, является таким учебником такой христоматии, Библии, если хотите, которая объясняет вот этот вот самый феномен. Значит, немец, этот автор уже немец, как я сказала, то есть родился именно в той стране, где и зародился нацизм. Книга его, которую мы будем обсуждать, она была выпущена позже, чем книга Райха, это был уже 41-й год, то есть, если помните, Райх про массы и фашизм, эта книга была издана в 1933 году, то есть в том году, когда к власти пришел Гитлер. 41-й год, как понимаете, книга сегодняшнего нашего исследователя, она была издана уже в 1941 году, то есть тогда, когда уже началась, ну, по очередности я не буду здесь называть, но, по крайней мере, конечно же, главная операция, которую вынашивал Третий Рейх, а именно движение на север, движение с солнечной арийской нации на север, то бишь на территорию того самого Хартленда, или как было в 41-м году, территория СССР. Лебенсраум, надеюсь, что вы уже тоже усвоили этот термин. И вот Эрих Фром, по-моему, я затравочку такую уже давала на нашей прошлой встрече, даже не здесь, а, по-моему, на встрече, которая у нас была вот на платформе Бонус PSY, поскольку я говорила, там, конечно же, речь шла у нас про астропсихологию, но так же, как у нас было и с Прайхом, обсуждая с вами работу Фрома, я тоже, скорее всего, буду проводить параллели, которые, конечно, то есть идеи, которых не было непосредственно в работе, но, как мне видится, как астропсихологу, мне видится, что такие параллели будут крайне релевантны, и, возможно, вам лучше помогут понять то, о чем идет речь. То есть, поскольку мы сейчас рассматриваем вторую работу, то, безусловно, надо ожидать, что, по всей видимости, согласно Эриху Фрому, у него была идея другая, касательно того, что же делают людей предрасположенными к авторитарным режимам. Если вы помните, Вильгельм Райх говорил, он был сторонником телесно-ориентированного подхода, он говорил о так называемом маленьком человеке, каждый чувствовал себя маленьким фюрером, о маленьком человеке так называемого механически-мистического характера. Я надеюсь, что вы уже запомнили это понятие. И что-то должно быть другое, что вычинил такое в психике и в структуре личности человека Фрома, чтобы мы о нем говорили, как о следующем исследователе, именно который занимался подобными исследованиями. По-моему, я тоже вам уже говорила, что в основе работ Фрома лежит уже направление неофрейдизма, как мы понимаем, фрейдизм – направление, которое было инициировано Фрейдом, который говорил об индивидуальном подсознательном. Далее была концепция Карла Юнга, который говорил о коллективном бессознательном. А вот уже в контексте Фрома, о чем говорил Фром и как это связано непосредственно с предрасположенностью к авторитарным режимам, это он говорил о социальном подсознательном. То есть заметьте разницу. Если Райх говорил о том, что в человеке, в его индивидуальной, а перенося на астрологический язык, в его натальной карте, есть вот такой вот слой боли, который в дальнейшем должен быть успокоен благодаря пришедшему к власти сильному лидеру, который успокоит эту боль, то, согласно Фрому… Здравствуйте, какая планета покровится в Германии? Есть несколько вариантов. Наверное, не планета, вы, да, Джулия, имеете вдувы. Наверное, вы имеете знак Зодиака, да? Потому что есть несколько интерпретаций. Чаще всего сопоставляют с Эрия, с Овном. Однако я сторонница того, чтобы рассматривать разные эпохи в истории Германии. Потому что если вопрос Джулии… Точнее так, был ли вопрос, если вопрос Джулии действительно о планете или он был о знаке Зодиака, здесь нет принципиальной разницы в том смысле, что назовем ли мы, что Германия находится под управлением Овна, и тогда мы автоматически присваиваем планету, которая будет соответствовать Овну, то есть управитель. Да, у Овна два управителя, это Марс и Плутон. Значит, мы будем говорить, что Германия находится под покровительством этих двух планет, Марса и Плутона. Однако, вот моя позиция, и в том числе многие исследователи вот в этой области, я вам говорила, что я очень подробно исследовала вообще феномен Третьего Рейха с точки зрения именно астрологических констелляций, которые сложились между датой образования Третьего Рейха и датой основных идеологов Третьего Рейха, включая, собственно говоря, самого Гитлера. Потому что здесь все-таки не только территориальное расположение Германии имеет значение, несмотря на то, что там территории то присоединялись, то отнимались от нее, в частности, из-за того самого Версальского договора, но дальше уже потом даже не говорим о последствиях Второй мировой войны для территории Германии. Так вот, моя позиция, что надо смотреть вот на те самые Рейхи, то есть имеется в виду, о каком Рейхе, о каком царстве, о каком виде государства мы говорим. Вот, и я как раз вот исследовала Третий Рейх, то есть что там такое сложилось, что такое было мощное начало, ну, с точки зрения эффективности, технологий, политтехнологий, пиара, пропаганды. Конечно, все было выстроено просто идеально, но почему такой незавидный для них, естественно, и хорошо, что незавидный, такой оказался конец. Вот, с этой точки зрения Третий Рейх находится под управлением Водолея, и как раз, когда я сейчас упоминала 1933 год, конец января, это как раз та дата, от которой мы еще ведем отчет Третьего Рейха, соответственно, натальная карта строится для рождения Третьего Рейха. Такой вот родился изуверный такой вот ребенок, у которого такая карта, и тогда мы будем исходить из того, что Водолея, естественно, другая планета управителя, а именно, опять же, две планеты управителя, основная это Уран, вторая это Сатурн. По всем показателям, конечно, там больше Урана. Революционные идеи, невзирающие, не принимающие во внимание никакие человеческие слабости. В общем-то, урановская идея, она заключается в этом. Идея революционности, она неплоха, да, но другое дело, какими методами это планировалось все сделать. вот, Джулия, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Еще раз, есть разные мнения на этот счет. Вот у меня такая точка зрения. И из того, что я вот исследовала, там, расчеты делала и так далее, я говорила, что я об этом подробно буду говорить у себя на платформе в своей Таутокс именно о астрологии в политике как одно из направлений. Это не единственное, что достойно астрологического разбора, уж если с точки зрения достойности разбора, то это вообще последнее в приоритетах моих старин, безусловно. Но, тем не менее, как феномен, как пример, образчик успешного создания, в том числе с привлечением всей мощи астрологии, да, это было сделано мощно, безусловно, но недолго, но ненадолго, да, Тау-квадраты сгубили. Да, Джулия, спасибо за ваш вопрос, хороший очень вопрос. Так вот, наш Эрик Фрома, который пытался отыскать и как результат своих исследований как раз-таки пришел к выводу, что вот те самые мотивы, которые, еще раз, предрасполагают людей к тому, чтобы им нравились и больше, были ближе к душе их и сердцу, и уму авторитарные режимы, так вот, эти факторы, они лежат вне человека, то есть они являются социально определяемыми. Еще раз помните, Райх — это внутри у человека, что делает его предрасположенным. Согласно Фрому, это социальная предрасположенность. вот здесь, я думаю, что немного отойдем в сторону философии, поскольку это нам будет нужно для того, чтобы на определенном этапе вот уже непосредственно погрузиться в рассуждение вот тех факторов, которые вскрыл Фром. в середине 70-х, он, в общем-то, так, я, наверное, сейчас не вспомню, когда он умер, но это было вот уже прям вот наше время, то, что называется, то есть он писал вплоть там до немцы, в общем-то, славятся тем, что они долго живут и довольно полноценной жизнью живут. Он был немцем, который родился в Германии, когда к власти пришел Гитлер, он Германию покинул, сначала уехал в Швейцарию, после Швейцарии уехал уже в Штаты, куда, в общем-то, многие перебирались и немцы, особенно с еврейским происхождением элементарно сбегали, просто, чтобы сохранить себе физически жизнь. И работу, которую он написал уже много позже, то есть вот в середине 70-х годов, вот я ее уже анонсировала в начале, называется она «Иметь или быть» в 76-м году, если быть точным, вот о чем рассуждает Фром в этой работе, пока это не имеет вроде никакого отношения к политической психологии, а уж тем более к склонности к авторитаризму либо к демократии. Он рассуждает о двух так называемых модусах, что имеется в виду. И интересно, в том числе, что в наши вот даже не годы, не наше даже время, а вот в эти месяцы на самом деле активизировалась очень повестка по поводу потребления, по поводу общества потребления, в принципе, стандартов потребления, которые за последние годы, в общем-то, наверное, с момента глобализации, да, глобальные компании они всегда были заинтересованы в том, чтобы… Корпорации были всегда заинтересованы в том, чтобы мы больше покупали, больше потребляли. Естественно, по мере того, как эти компании становились глобальными, они все больше и больше были заинтересованы в том, чтобы захватывать новые рынки сбыта и вовлекать вот эту вот спираль траты, такой Spanning Pass Spiral все больше и больше качества населения. Ну и я даже не буду скрывать, я отчасти, да, даже, наверное, сильно была вовлечена в эту спираль, безусловно. Нисколько не стесняюсь про это сказать. в общем-то, о чем идет речь. Фром пишет как раз-таки о модусе потребления и о модусе существования. То есть, что имеется в виду? Под модусом потребления уже тогда, еще раз, в 76-м году, он уже пишет о том, что человеком могут двигать разные мотивы. То есть, зачем, как бы пафосно это ни звучало, зачем мы живем, для чего, в принципе, мы существуем в этом мире. И он при всей, конечно, вариативности, наверное, можно было бы больше вариантов открыть. Тем не менее, он выводит вот эти вот два понятия, модус потребления и модус существования, в том плане, что модус потребления подразумевает, что фокусировка многих людей уже вот тогда, еще раз, в середине 70-х годов, все больше и больше склонялся к модусу потребления. Вся реклама, весь жизненный уклад, медийка, опять же, да, медиатизация, про которую я отвержу на каждом, на каждом токе, на каждом лайве, на своей странице, она вот именно вовлекала все больше и больше массу людей в том, чтобы, то, чтобы мы больше потребляли продуктов питания, чтобы уж если мы покупали, там, девушки, да, туфли, так у нас было туфель столько, что не износить за сезон. Я не скрываю, он стоит у меня пар так 40. По факту я понимаю, что это только летнее, и я понимаю прекрасно, что за лето, в общем, до некоторых я даже и не доберусь, чтобы у нас было одежды много, чтобы у нас было разной косметической продукции, разной гигиенической продукции, куча. Лиза смеется, над туфлями смеетесь, Лиза. Или у вас точно так же, не успеваете в Майами все поносить. Ну, вроде бы, ну, есть деньги, тратишь, да, что здесь такого? Но, еще раз, я говорила, что у нас первая часть сегодняшней беседы, она философская, да, поэтому мы здесь должны, вслед за Фромом, посмотреть вот на эту культуру, этику потребления, потребительскую вот эту культуру, consumption culture, то, что называется по-английски, а ближе к нашему времени это уже стало over-consumption, чрезмерное употребление, можете не согласиться, я не против, с Лизой как раз поразговаривали совсем недавно, когда, там, один из первых моих визитов в Штаты, и когда я увидела вот холодильник, одного из местных моих друзей, при том, что этот человек жил один, и это вот холодильник, ну, хорошо, знаете, двустворчатые холодильники, которые открываешь, там полкухни этот холодильник занимает, вот, и там было продуктов столько, что ощущение, что это можно было, ну, не знаю, там, половину какого-нибудь африканской страны, мне кажется, прокормить, и не один день совсем, на вопрос, зачем столько, при том, что я тоже являюсь жертвой, и на тот момент тем более, являюсь жертвой потребления, ну, что это абсолютно нормально для американской культуры закупиться таким количеством продуктов, и к концу недели просто, ну, так, добрые две трети этого холодильника выкинуть, без всякого угрызения там совести, и закупиться новым, это просто вот такая культура потребления, даже нет ощущения, не было ощущения того, что, ну, как-то это не совсем, ну, мягко говоря, не совсем это правильно, это просто такой вот два маленьких примера, туфли и холодильник, да, про сверхпотребление, почему здесь философия, да, где здесь философия вообще порылась, так сказать, идея Фрома заключается в том, что это, конечно же, не высшее проявление той цели, ради которой мы должны жить, сейчас я Каталина прочитаю, иначе убежит, этикопотребления требуют пересмотра, вроде бы бедные страны получают ЗП, но основные деньги у владельцев сетевых магазинов одежды, которые получают их употребление, да, вот Каталина, я именно и говорю о том, что очень интересно то, что пишет Фром еще в 76-м году, и по всей видимости, раз он уже это пишет, значит, до этого он какое-то время это уже наблюдал, как исследователь, я понимаю, как это делается, это требует, ну, как минимум, несколько лет наблюдений, то есть этот тренд уже был до 76-го года, мы тут, видите, спасены были в нашей стране советов, да, у нас точно сверхпотребление априори быть не мог, не могу, тут мы в этом смысле меньше вреда нанесли стране, ну, видимо, миру, но, видимо, с лихой компенсировали позже, да, уже, после развала Советского Союза, и вроде бы, да, вот 70-е годы, значит, это где-то, что, 60-е, получается, началось, и, конечно, то, что пишет Катарина, конечно, требует пересмотра, но это нездоровое, конечно, объем такого потребления, поэтому я говорю, как интересно, что вот буквально, сколько там мы посчитаем с вами, ну, там, 20 чем-то, 20, то есть где-то так вот 40 лет, действительно, заметили ли, вы в медийной повестке действительно все чаще и чаще поднимается тема того, что такое сверхпотребление – это нездоровое явление, и нездоровое не только с точки зрения перераспределения ресурсов, несбалансированного потребления разными регионами стран. Это скорее лежит в плоскости экономической политики, в сфере макроэкономики, да, но не в сфере философии, опять же, а Фром это все преподносил под углом философии, и вот если мы задумываемся над тем, что все ли действительно так много потребляют и потребляли, что это действительно их истинная потребность. Элиза пишет, недавно услышала, что один журналист в Африке угостили едой за бесплатно, и там началось епархии, кто младше, лучше и так далее. Элиза какое-то слово, наверное, подменилась, да, и не очень идею, честно, я не понимаю, кто кого угощал, и кто там в итоге крайне оказался. Каталина пишет, пузырь, вот когда-то, да, какие будут последствия. А, иерархия. Да, поняла. Вот, хорошее слово bubble, да, мы уже, вот, даже за последнее, даже вот в этом миллениуме мы уже были свидетелями несколько таких баблов, да, в 2008, тот самый экономический кризис, который разразился в связи с mortgage bubble, да, сейчас по-русски скажу, из Штатов, который накрыл весь мир, пузырь ипотечный, да, ипотечный пузырь. Потом у нас было dotcom bubble, вот это вот пузырь dotcom-овских компаний, потом еще были, и, в общем-то, кстати, да, можно, наверное, подумать, что мы сейчас на пороге какого-то вот consumption bubble не всегда это, назовем так, не всегда ситуация соответствует той, которая преподносится нам средствами массовой информации, возможно, вы слышали здесь немножко в сферу политологии, но она связана непосредственно с тем, что Фром говорит. Я имею в виду, сейчас эта проблема, да, с зерном, которое возникло в связи с вывозом с территории, с территории Украины, это ведь тоже, да, лежит в плоскости потребления, да, и все преподносится вроде под таким соусом, что вот, если Россия не позволит это сделать, не обеспечить транспортные коридоры, то чуть ли не голод в основном наступит во всем мире. На самом деле президент Зернового Союза России говорит о том, что это, конечно, абсолютно раздутая тема, то есть никакого голода никому не грозит, однако, чем больше, как говорится, в медийном пространстве говорить о том, что зерна мало, мы же понимаем, как работает и как это действует на цены, цены растут вверх, и вот тут-то как раз-таки беднейшим странам, конечно, грозит и голод, ну, как минимум, недопоставка, да, но каким образом Россия здесь совершенно никакой негативной роли уж совершенно точно не имеет. Это я к тому, что иногда пузырь может быть со всеми пузырем, а просто нагоняемой такой вот истерией, нагоняемым таким кризисом, который по факту не имеет никаких предпосылок совершенно. Но я согласна абсолютно с Каталиной, что этот пузырь не может не лопнуть однажды, когда действительно возвращаюсь к своей идее, наше потребление, вот такое сверхпотребление, а действительно ли нам надо столько, а действительно ли все люди, которые вот затариваются таким количеством еды, закупают такое количество одежды, обуви, разных средств, красоты и так далее, действительно ли это их истинная потребность, это первая идея, которую роняем, вот сейчас, как подкидываю я вам, а второй момент, а не отвлекает ли это нас от чего-то более, более важного, да, ведь все-таки так, так или иначе, чтобы все это купить, нужно, ну, как минимум, заполучить деньги, если мы исходим от того, что мы, честно, налогоплательщики, зарабатываем и так далее, значит, деньги надо заработать, да, подарки никто не отменял, конечно же, но так или иначе, получается, какая-то круговерть, нам надо больше потреблять, для этого нам нужно больше денег, для этого мы должны больше работать, да, больше времени уделять тому, чтобы зарабатывать деньги, вот именно здесь Фром задается вопросом, туда ли мы тратим свое время, туда ли мы тратим, да, свою энергию, ведь, ведь, есть как раз-таки второй модус, про который я вот там уже и сказала, это модус, по-английски, сейчас скажу по-английски, existence, бытия, модус бытия, сейчас Джулии пишет, сейчас смотрю The Economist, конспирология, The Coming Food Catastrophe and America's Next Recession, из вот этих двух вещей, вот про первое я уже Джулии прокомментировала, из тех, из мнения авторитетных, абсолютно экспертов, у меня сложилось ощущение, что это абсолютно раздутая тема, нагоняема, но еще раз, она может быть действительно, она может действительно привести к проблемам, в том плане, что цены действительно склонны расти, когда все мировые источники, имеете, имеется в виду, трубят о том, что вот этот дефицит, уже просто вот из лумейна, то, что называется, надвигается на нас, хотя по факту он не надвигается. По поводу America's Next Recession, я в этом уверена на тысячу процентов, абсолютно, причем recession, которого еще, ну как минимум, со времен Great Recession, Great Великой Рецессии, в Америке, в начале того века, еще Америка и мир не видел, об этом я говорила у себя на лайве, когда анализировали, вот эту вот стратегию дедоларизации, тоже мнений нет, но я абсолютно четко свое мнение высказывала, на какой позиции я здесь стою. И вот если мы здесь выбираем вот эти два модуса, бытия и модус потребления, то Фром, конечно, говорит о том, что если говорить о том, что является высшим проявлением, назовем так, понимания человека, зачем он пришел в этот мир, зачем он в этом мире находится, то, конечно, мы должны фокусироваться на модусе бытия, что подразумевает вещи, которые, в принципе, довольно популяризированы, по крайней мере, в России, вот именно в России за последнее время. Это та самая самореализация, это то самое раскрытие своего творческого потенциала, что бы под этим творчеством не имелось в виду. Это тот самый такой вот креативный, плодотворный труд, которым стоит, должно, назовем так, заниматься человеку для того, чтобы именно находиться в формате модуса бытия, а не модуса потребления, поскольку, еще раз, на модус потребления, безусловно, на образ жизни, который фокусирован вокруг потребления, конечно же, требуется большое количество ресурсов, которые, согласно ФРОМу, треба употреблять совершенно для других целей. И теперь, собственно, каким образом все это связано с тем, что заявлено темой наших токов за последнее время, а именно предрасположенностью к авторитарным, либо к демократическим режимам. Вот теперь уже работа как раз 1941 года, и мы ее смыкнем с той концепции, которую сейчас с вами обозначили, работу, которую написал вот ФРОМ в 1941 году, уже когда он, как я сказала, уехал уже в Штаты, и вслед за Райхом, он решил выяснить, что же, какие вот такие предрасположенности приводят к тому, что человек тяготеет к авторитарным режимам. Эта работа называется «Бегство от свободы», Escape from Freedom. Какая идея родилась в итоге у ФРОМа, когда он начал рассуждать вот об истоках авторитарных режимов. Он анализировал очень длительный период времени развития человечества, и именно анализировал с точки зрения такого философского и морального качества, морального в смысле качества, которое лежит в сфере морали, а именно качество, называемое тем самым словом freedom или свобода. То есть о чем говорит ФРОМ? Он говорит о том, что на протяжении многих веков, если быть точнее, если быть более точным, до эпохи Возрождения, чем занимался человек? Вот как человек, как вот персона, чем вообще он занимался? В общем-то, ведь до эпохи Возрождения человек никогда не стоял в центре интереса. Он никогда не был центром притяжения интереса философов, не было как-то как-то там ресёчеров, были философы, были социологи. Ну, социологов не было, как формулировки такой, да, философы, назовём это всё философы. Мыслители, вот, вот, когда так у нас, наверное, наиболее такое правильное, абстрактное понятие, наиболее правильное для ссылки вот на специалистов, знатоков того времени. человек, по большому счёту, существовал в мире, в котором была масса опасностей, в которой существовала масса проблем и трудностей, которые действительно представляло риск жизни, опасность для жизни, были болезни, которые неизлечимы были, да, чума и прочие примеры вы можете привести. И, конечно, огромное количество усилий уходило на то, чтобы просто существовать. В дальнейшем человек боролся с другими вещами. И каким образом он освобождался? Он освобождался от давления, церкви, Ага, так, Лиза пишет. Лиза решила закольцевать наше авторитарное понятие. Чтобы жить по модели бытия, надо быть авторитарной. Нет-нет-нет, не надо быть авторитарной. Сейчас мы до этого с вами дойдём. От церкви, да. Прежде всего, вот от гнёта, да, потом от разных других вещей, которые просто физически несли опасность для человека по жизни. Далее, когда человек вот поборол вот эти все природные опасности, он, в принципе, научился, как себя кормить, как обеспечить себе более-менее достойный уровень жизни. Ну, конечно, тогда было расслоение общества в разных странах, но так или иначе, эпоху Возрождения в центре исследований, в центре фокусе исследователей того времени, конечно, стал человек. И исследователей заинтересовал человек как таковой. Вроде, вот, наступило время, когда человек освободился вот от всех тех, ещё же природная стихия была, которая для человека представляла, конечно, огромную опасность, не было прогнозов погоды, люди как раз-таки ориентировались по той самой астрологии, по лунным циклам, но всё это к эпохе Возрождения было преодолено. И вот, вроде ты, подходим к категории нашей свободы, да, вроде ты вот теперь свободен, и, рассуждает Фром, и вроде ты теперь можешь заняться вот той самой самореализацией, что теперь ничто не мешает. Однако, выясняет Фром, оказывается, в структуре человека, здесь уже в астрологии, конечно же, я это вижу уже через астрологическую призму, если вы знаете, когда мы анализируем психику человека, в астрологии мы для этого анализируем 10 планет, из них 5 являются личностными планетами, которые составляют наше сознание, бессознание, интеллект, 5 планет. Далее идут две социальные планеты, Юпитер и Сатурн. Далее остаются уже поколенческие планеты, тогда они еще не были открыты, они были открыты позже, имеется в виду Уран, Нептун и Плутон. Так вот, когда в человеке включаются вот те самые две социальные планеты, которые себя, которые символизируют все те интеракции взаимодействия человека с социумом, имеется в виду Юпитер и Сатурн, оказалось, еще раз, Фром не пишет, естественно, про астрологические составляющие, это уже мое личное наблюдение, и я здесь не могу не включать вот эту вот систему так называемой correspondences, когда я вижу соответствие просто астрологическим принципам. И, как говорит Фром, человек на пути приобретения вот этой вроде абсолютной свободы на самом деле встает на путь свободы от чего-то, и он боится этой свободы. Мне здесь несколько сложно повторить логику Фрома, поскольку я с ней категорически не согласна, не в том смысле, что я не согласна с его учением, это ученый муж, исследователь, уважаемый научным сообществом и так далее, я имею в виду, вы как психологи понимаете понятие резонирует или не резонирует, да, мне совершенно не резонирует то, что он говорит, но я должна абстрактно, абстрагировано рассказать о том, что он говорит так или иначе. Согласно Фрому, согласно его логике, человек в социуме теряется, он боится в этом социуме быть индивидуальностью, это он писал еще про то, что началось после эпохи возрождения, и вот этот страх быть индивидуальностью, он как раз называет бегством от свободы, то есть вроде вот она свобода дана, тем не менее, человек от этой свободы добровольно бежит, поскольку свобода, и вот здесь как раз качество Юпитера и Сатурна объясняют это просто великолепно, свобода, как мы понимаем, свобода это то, что нам дает возможность дышать, свобода это наша способность и возможность передвигаться, двигаться туда, куда мы хотим, а psychology notes a sell, правда же, так, расшифруйте, пожалуйста, боюсь, что я не очень понимаю, это вопрос, это утверждение не очень, честно говоря, я поняла, и свобода очень имеет тонкую грань, с тем понятием, которое уже называется всезозволенность, это та самая грань, которая в астрологии, например, передается Юпитером и Сатурном, то есть Юпитер как концепция, которая, как энергетика, которая удовлетворяет вот эти все качества, которые дают нам расширяться, двигаться вперед в любом направлении, которое мы хотим, как бы масштабируя самого себя, через скейлинг уп, такой, кто бизнесом занимается, знает наверняка такое понятие, да, такое масштабирование самого себя через плодотворную деятельность, через креативные задумки, проекты, через работы, книги, труды и так далее, через своих клиентов, в конце концов, тогда не говорили, конечно, так, но это я уже современным языком, но расширение в этом смысле, так, в psychology Ассель пишет, ага, правда, ведь, что страшно идти в свою свободу, индивидуацию, нет, вот поэтому я, Ассель, здесь, так сказать, терзаюсь, потому что, с одной стороны, конечно, я знаю работу Фрома, я знаю его концепцию, я могу ее объяснить, я должна это сделать максимально абстрагировано, поскольку я ее не могу прочувствовать, потому что я таким человеком не являюсь, абсолютно, но, судя по вашему вопросу, например, вы понимаете, про что он говорит, да, то есть, я, когда его читала в свое время, да, у меня прям вот, ну, просто вот, ну, не резонирует просто совсем, я даже, я даже, вот, я не могу это прочувствовать, просто не могу, да, потому что я другой тип человека, но, как труд, мы должны ее, тем не менее, познать, это какой-то камушек, капелька в наш вот океан познания, поэтому, конечно, разобрать это, безусловно, надо, но я так понимаю, что Ассель понимает, я, извиняюсь, если я имя перепутала, надеюсь, что я правильно сказала, и, видимо, Ассель понимает, про что идет речь, мне интересно, кстати, как, как вот другие реагируют, индивидуация, чуть-чуть другое, понятие, во всяком случае, вот то, что я как астро-психолог употребляю, индивидуация, вот схлапывание характеристик двух противоположных, да, shadow, тени своей, и, собственно говоря, себя как по солнцу проявление, наверное, как козерог, понимаю, ага, как козерог, потому что козерог, это Сатурн, это как раз-таки, да, да, это шикарный пример, благодарю вас, Ассель, поскольку, вот я начала говорить, да, есть свобода, есть расширение, есть масштабирование себя, но, не лгайте, может быть, кто-то не очень любит примеры из политики, но так или иначе, шутка такая уже почти, которую приписывает Путину, правда, прямо он так не говорил, но мемчик уже разошелся, как говорится, да, к НАТО, такое обращение, расширяйтесь, расширяйтесь, пока не лопнете, вот это вот расширение, очень хорошо, в общем, такой мемчик передает вот эту идею, конечно, свобода это хорошо, расширение это хорошо, масштабирование, это хорошо, но все должно быть в этом мире чем-то ограничено, и должно, не потому что это я тут сижу вам говорю, это не потому что Райх это говорит, я как ассо-психолог совершенно подтверждаю, что если расширение чего бы то ни было, чего бы то ни было, ментально мы сейчас говорим, даже вроде с точки зрения какого-то хорошего расширения, получения знаний, есть предел, после которого наступает саморазрушение, и вот тут нам на помощь приходит та самая энергетика, которая в астрологии описывается козерогом, и та самая планета, которая управляется козерогом, конечно же, Сатурном, знак зодиака, козерог, им управляет, естественно, Сатурн, это вот та энергетика, которая, опять, есть в каждом человеке, безусловно, есть, соответственно, в мире, эта энергетика, есть, другое дело, что ее немного, и сейчас понимаете, к чему я клоню, да, вот это вот сферопотребление, немного, она как будто бы, вот как будто бы про нее немного забыли, да, вот расширение есть, а вот этого, от этой способности увидеть момент, когда расширение уже становится деструктивным, то есть, помните Сатурн, я прямо про себя, вот всегда, что-то читаю, смотрю, все время про себя, у меня одна фраза, Сатурна на вас нет, вот я когда слышу, что расширение кого-то, чего-то становится нездоровым, я прямо вот думаю всегда, именно такой фразы, Сатурна на вас нет, и Фром, в общем-то, именно об этом и говорит, что человек боится выйти и обнаружить, предъявить себя этому миру как индивидуум, как личность, хотя вроде бы вот непосредственно таких вот природных опасностей и других оков уже нет, и получается, что человек сам себе из-за собственного страха проявить себя, он начинает, как примерно тот самый с болезненным, с больным слоем по райху, начинает искать внешнюю силу, оперевшись на которую, можно будет вот этот страх снять, и вот здесь, как вы понимаете, мы как раз приходим к пониманию того, что человек, который боится себя проявить, в общем-то, так же, как и человек, который не знает предела своего расширения, он будет искать, хотя в первой, конечно, в большей степени, он будет искать вот эту внешнюю опору, внешнего, более серьезного, более сильного, более уверенного в себе, безусловно, объект, субъект, актор, здесь можно выбрать любое слово, на кого бы можно было, с кем бы можно было слиться, ментально, психологически слиться, и тогда уже будет не страшно себя предъявить этому миру, вот какую логику выводит в своей работе «Бегство от свободы» Фром. Так, Элиза пишет, как в безопасности для себя расширяться. Тоже, значит, Элиза резонирует, то есть понятно, да, про что Фром говорит. Сейчас я, Элиза, попробую дальше продолжить, и надеюсь, что как в безопасности для себя расширяться. Я даже, видите, вопрос пытаюсь, проникнуться вопросом. Как мне без себя расширяться. Давайте так, Элиза, я сейчас продолжу говорить, и надеюсь, что я в процессе рассказа отвечу на ваш вопрос тоже. Окей? Если окажется, что не ответила, тогда вернусь и прицельно уже отвечу. Окей? Так, у нас с вами 27 минут, я думаю, что мы 10 минут еще как раз на время моей задержки еще договорим как раз вот эту тему сегодняшнюю, и потом тогда уже в следующий раз продолжим, потому что мне нужно будет на прямой эфир у себя на странице переключиться. И вот здесь как раз Фром говорит о том, то есть, вот есть у нас свобода, но единственное ли это направление того, как человек может себя мысль относительно свободу, потому что мы сейчас с вами озвучили только один вариант Escape from Freedom, «А разве не может быть другого отношения к свободе? Разве не может быть не бегство от свободы, а свобода ради чего-то?» Ведь это же совершенно другая ипостась, это совершенно другое отношение к свободе. И вот здесь уже непосредственно смычка с нашей темой касательно авторитарных режимов как раз заключается в том, что, как вы уже наверняка поняли, естественно, человек, который занимается бегством от свободы, то есть, самовольно отказывается от свободы, которую у него-то никто не отнимает, эта свобода никто у него не отнимает, он сам себя этой свободы лишает из-за страха самореализации, самопроявления этому миру и делегирует самого себя путем присоединения себя к той самой более сильной личности, с которой уже дальше идти не страшно. Как вы понимаете, этот человек, тяготеющий к какому режиму? К авторитарному или демократическому? Я думаю, даже ответ можно не артикулировать, он вполне себе понятен. Из этого вытекает вполне логичное рассуждение, а что же тогда вот со вторым типом людей? Ну, я на всякий случай, чтобы всех успокоить, и может быть, никто-то недавно подключился, или немножко сложновато, то, что я рассказываю. Конечно, это есть те типы людей, которые, тот тип людей, которые, конечно же, склонны к авторитарным режимам, которые являются авторитарными по своей сути. Другой же тип людей, которые как раз-таки не занимаются бегством от свободы, они как раз этой свободой живут, им это свобода в радость, более что еще раз, эту свободу никто у них не забирал. Это как раз и есть свобода ради чего? Свобода ради того самого, что я вам озвучила в контексте модуса бытия, то бишь свобода ради самореализации, свобода ради определения себя этому миру как источник креативных идей, источник креативного, плодотворного, созидательного труда, где, вот тут, наверное, можно будет на вопрос Лизы ответить, страха, в общем-то, быть не может, у такого человека нет страха такого расширения, Лиз, если вы меня спрашивали про то, как избавиться от страха при расширении, потому что ведь дилемма стоит, почему я Юпитер и Сатурн вам привела пример, там речь идет не о страхе, а о противопоставлении, как так расширяться, чтобы иметь совесть, моральные стандарты и понимать, где стоит остановиться, где надо включить Сатурн, который ограничивает нашу свободу, потому что безграничная свобода это уже анархия, безграничная свобода это уже вседозволенность, то есть теряю сон и другие физические проявления, Лиза, это вы когда теряете, когда вы хотите, когда вы задумали себя проявить этому миру и у вас на этом фоне вот такие вот проявления, то есть вы перестаете спать и не знаю, там краснеете, бледнеете, дрожь пробивает, то есть физические проявления такого плана вы к этому ведете, пока вот это, куда встраивается вот эта информация и таким образом теперь состыкуем вот эти два модуса, да, который модус получается, если мы берем человека, который боится свобода, он только и думает о том, как бы примкнуть более сильному существу, если еще этому человеку предложить идею потребления, которое высосет из него все соки, у него не будет времени для того, чтобы думать над самореализацией и жить по формуле модуса бытия, такой человек будет вдвойне предрасположен к авторитарным режимам, то бишь к некой внешней силе, к внешнему авторитарному персонажу, с которым, при слиянии с которым этот страх уходит и конечно мы же понимаем, что в этом случае о самопроявлении даже речи не да, так как минимум это самопроявление, самореализация нужно будет поделить на двое как раз таки с тем самым персонажем, с которым этот человек соединился ментально и психологически, вирус таксодника пишет, да, точно, это грубо говоря отмазка отмазка от свободы, когда свободно и хочется самореализоваться, да, то есть Элиза подтверждает идею того, что действительно фром, поэтому я говорю, что работы надо изучать в любом случае, я здесь еще раз ни в коем случае никого не отговариваю изучать работы, ни в коем случае не говорю о том, что он прав или не прав, нет, я просто говорю о том, что мне его подход, его теория не резонирует совсем, более того, мне требуется включить усилия, чтобы понять, как так могут чувствовать люди, те, которых он описывает, понимаете, да, что я являюсь другим типом человека, но я прекрасно понимаю, еще раз, он же писал о зарождении третьего рейха, он писал ни много, ни мало, ни о десятках человек, ни о сотнях человек, да, он говорил о целой нации, о чего там нации, и дальше это уже пошел эффект масштабирования, да, того самого нацизма во всей Европе, поэтому, конечно, я прекрасно понимаю, что работа, которую он написал, она не с потолка, естественно, не с потолка, да, она, конечно же, родилась из наблюдений, тем более, что и Райх, и Фром, они, конечно же, вели очень активную психологическую практику, сразу после окончания работы, да, ну, в принципе, у нас, наверное, так заведено, и с классическим, не знаю, как работают психологи, но в Германии совершенно точно в то время, как только они заканчивали, он учился во Франкфурте на Майне, представитель так называемой франкфуртской школы, которая, кстати, очень честно сотрудничала потом с Москвой, поскольку они занимались, в том числе, идеями такой фьюжн направления, их был марксизма и фрейдизма, то есть он изучал и то, и другое направление, и тесно сотрудничала, в том числе, с Москвой, например. Вера Солоника пишет, легче плыть по течению. Да, да, плыть по течению, это, безусловно, о пассивности, это, безусловно, о несопротивляющеме, да, и это, конечно, опять, да, я тебя сейчас слушаю, и, конечно, астрологически я это вижу, как две разные, такие два разных варианта людей, которые могут быть, плыть по течению, потому что есть люди, которые плывут по течению, если это не, в принципе, жизненная стратегия, сейчас почитаю, как это один пишет, так эта схема работает в отношении элементарно, и с отношениями элементарно, у женщин никто свободу не забирает, сами ищут себе авторию, вот, Каталина абсолютно правильно сейчас перенесла на совершенно другие, другой тип отношений, да, пусть это будет не политика, конечно, конечно, и, сейчас, я не знаю, успею сейчас про это сказать, не успею, да, наверное, сейчас я про это скажу, не знаю, вы знаете или не знаете, такой вот есть, сейчас прочитаю, так, Каталина, ну, если не брать Узбекистан, по последним новостям, правильно, Каталина, очень правильно перенесли фокус, да, Узбекистан, это, опять же, в сфере политики, абсолютно правильно, и здесь, сейчас просто думаю, как мне грамотнее сказать вам это сейчас, или это перенести, так, наверное, я тогда сейчас это скажу, ну, да, давайте сейчас тогда это скажу, может быть, тогда еще 10 минут мы добавим, я надеюсь, вы не против, потому что так получается, иначе, как-то не то, не то, не то, не все, чтобы в следующий раз нам уже к этой теме, да, не возвращаться, что здесь нужно договорить, то есть такое некоторое, такое вот, вычленение определенных моментов, которые прописывает Фром в своей работе, значит, вот для человека, соответственно, мы берем вот не того второго, который способен самореализоваться, которому не страшно себя этому миру определять, который идет по пути, как раз таки, свобода ради чего-то, он не бежит от свободы, мы берем теперь уйти, поскольку именно он, как мы сейчас увидели, нам и требовался для того, чтобы понять мотивацию, эту социальную мотивацию, которая делает людей предрасположенными к авторитаризму, и вот некоторые посылаты, которые он выводит, людей, которые авторитарными личностями являются, так сейчас для краткости называемых так, авторитарные личности, он выводит несколько таких понятий, то есть, с одной стороны, это люди, которые всех людей делят на два пола, и два пола, в данном случае, это не мужской и женский пол, а это люди, облеченные властью, и это люди без какой-либо власти, как вы понимаете, люди, которые облечены властью, у которых есть власть, это как раз те люди, которые для них ассоциируются с силой, к которой можно прильнуть, примкнуть, сприжаться, и так далее, они вызывают у них всяческое уважение, раболепие, если мы уходим уже в негативную, потому что опять, уважение к власти, хотела Маргариту Симонян привести, ну ладно, не буду в политику уходить, уважение к власти, уважение к правителю, уважение к руководителю, уважение к вышестоящему, это положительные стороны проявления Сатурна, козерогу нашей девушке, да, сегодня, которая вопрос задавала, это знакомо, вот должно быть на уровне, вот просто на кончиках пальцев, совершенно другое, если у нас возникает уже нездоровое лизоблюдство, нездоровое преклонение перед властью, какой бы она ни была, только лишь потому, что это власть, только лишь потому, что это человек облечен властью, да, ну не знаю, какой-нибудь крайний пример, экстремальный, я имею в виду пример, какая-нибудь там, боярыня Морозова, да, ну конечно, она власть была для тех самых крепостных людей, да, но это естественно не тот, не тот пример власти, который достоин уважению по Сатурну, да, это теневое как раз, да, это теневое проявление тех самых авторитарных личностей, когда они перед властью и перед людьми облеченными властью заискивают, да, речи теряют, готовы унижаться, готовы себя потерять, растворить, но вот проявить такое уважение. Как вы понимаете, совершенно другое отношение вот к этому второму, такому номинальному полу этих людей, а именно, если человек властью не обречен, не облачен, то к такому человеку, у такого авторитарного, такой авторитарной личности нет, нет уважения, он готов у него ноги обтирать, он готов его всячески уничижать, поскольку нет вот этого компонента власти, а значит, это не та фигура, которая ассоциируется с той самой powerful figure, которая, так, извиняюсь, мощной, да, мощной фигурой, которой можно вот прислониться, прижаться и не станет так страшно. Так, Каталина Сливка исправила мое слово лизоблюдство, на Лиза, так, прочитайте, записала, записала это слово, надеюсь, я не так сказала, по-моему, я лизоблюдство сказала, да, да, шликинг такой, да, лизанием ботинков, это, конечно же, теневое, теневое проявление уже, вот, сатурнического принципа, та самая тень, которая всегда, вот, при работе на натальной карте, конечно, требует проработки, чтобы этого не было. Элиза знает таких, подтягивайтесь, я думаю, многие таких знают, да, то есть, еще раз, уважение к власти, это достойная черта, это правильно, в любом случае, мы все живем в, в, иерархическом мире, да, где есть иерархия, и уважать власть, это нормально, абсолютно, это проявление Сатурна, которое еще раз есть в каждом из нас, но теневая сторона, это совсем другое, конечно же. Второй момент, в принципе, такой, где-то есть в этом, такое перекликание, с тем, что пишал Райх, вот, по поводу этого, механические, механические, мистического типа характера, только наш Фром уже пишет, Элиза пишет, почему корень от Лизы, Лиза не такая, Лиза, это какая-то сейчас была, it's been some American joke, I didn't get it, sorry, ну, правда, смеется, Лиза, мистический характер, это у нас говорил Райх, Фром говорит о том, что вот такие авторитарные люди, они являются одновременно и мазохистами, и садистами. Что, в чем здесь проявление? Мазохизм проявляет, садизм, да, садизм проявляется в том, что такой человек испытывает истинное наслаждение от того, что он руководит, от того, что он властвует, от тем, что он имеет власть над другими людьми, это проявление садизма. Мазохизм заключается в том, что тот же самый человек, если он не добрался до власти еще, не получилось у него во власть попасть, но он является авторитарным типом, авторитарной личностью. Его мазохизм заключается как раз в том самом Лиза-магантстве и во всех тех теневых проявлениях Сатурна, про которые мы только что сказали. Ну и я думаю, что таким вот завершением будет неплохим третье качество, который вывел, третий такой принцип, который вывел Фром, и где он говорит про так называемых интерналов и экстерналов, о чем идет речь. И как раз на выявление вот этих двух типов характеров, я не знаю, вы как психологи знаете про такой тест или нет, есть тест, который называется Тест Локус Контроль, который в процессе ответа на вопрос на этот тест выявляются так называемые два типа характеров, который позже другой уже исследователь как раз-таки соотнес с теми, кто предрасположен к автократии, на авторитарном режиме имеется в виду, и к демократии. О чем идет речь? Экстерналы, то есть так, Локус Контроля, это понятие, которое является в нас довольно таким фиксированным. Здесь я опять накладываю на свое понимание через астрологию, не совсем согласна с формулировками, но так или иначе. Абстрагированно говорю, что такое Локус Контроля. Автор этого теста, он говорит о том, что Локус Контроля, это такая точка назовем, потому что Локус это Локус, да, location, nonsense, с латинского Локус. Мы можем уважать, но не соглашаться, безусловно, безусловно, абсолютно. Соглашательство, это уже другая, это скорее функция диспута, да, это уже там Меркурий, может быть даже Юпитер, как если, смотря в чем, несогласие, да, несогласие по ценностям, да, например, сейчас же по большому счету отношение к СВО, оно именно по ценностным, да, характеристикам проходит, да, могут иметь уважение к непосредственно президенту, но, например, не быть согласны по ценностным характеристикам проводимой СВО, например, да, поэтому замечание Веры Солоники очень даже хорошее, и вот этот центр, который находится в каждом человеке, он говорит о чем? Где находится, сейчас сформулирую, не так, склонен ли человек обвинять обстоятельства в том, что раз происходит с ним, или ответственность человек берет на себя за происходящее, я думаю, что вы сейчас уже тоже примерно аналогию способны поймать, все-таки интерналы, это что-то internal, это что-то внутреннее, да, экстерналы, external с внешним это связано, и, как вы понимаете, действительно логика именно такая, люди склонные к авторитаризму, они как раз являются по своей сути экстерналами, то есть, когда вы заполняете вот этот тест, и у вас там определенные баллы, там определенная пропорция вот этих скоров выскакивает, и мы видим, что перед нами человек-экстернал, это значит, что такой человек, как вы понимаете, за происходящее в его жизни будет винить внешние обстоятельства, кого-то еще, и вот здесь, наверное, очень похоже на то, что мы говорим там плыть по течению, потом там еще какое-то было высказывание, да, то есть, в том смысле, что, ведь здесь логика-то двухсторонняя, назовем это так, да, человеку страшно себя проявить, он нашел некую сильную фигуру вовне, который вот так вот приезжался, и теперь ему не так страшно, теперь он идет смело по жизни, естественно, да, вот тот самый политик всем руководит, ему спокойно, но ответственность-то он тоже не хочет на себя брать, да, это же основной, один из основных мотивов, почему так хочется к кому-то, да, к кому-то прижаться, ответственность брать не хочется, и поэтому в случае, если что-то пошло не так, да, кого этот человек будет винить, естественно, такой человек будет винить того самого, ту самую сильную фигуру, к которой он сам прижался, потому что ему самому было страшно себя проявить, да, убежала свобода, прибежала к несвободе, другого толка совершенно, и поэтому экстерналы, те, которые набирают высокие баллы вот по этим показателям в результате прохождения этого теста, это как раз те люди, которые, что бы ни случилось, они обвиняют внешние обстоятельства, еще более такой, какой бы прилагательный, поприличнее здесь выбрать вам, сказать, еще более, что ли, ну, что ли, подлый, подлый способ, подлый, подлый, под вариант вот этого, когда то, что происходит, это плохое в жизни такого человека, он склонен выйти снять, то есть вести себя как экстренал, ответственность перекладывать, да, а если что-то хорошее происходит, ну, это-то, конечно, он сам сделал, да, такая вот работа, ну, и, как вы понимаете, интернал это человек, который совершенно мыслит по-другому, соответственно, прохождение вот этого теста, если такой человек набирает высокие баллы по интернационализму, интернационал, по интернальности, он, конечно же, будет всегда иметь склонность, брать ответственность, причем брать ответственность за что бы ни происходило в его жизни на себя, особенно подчеркиваю, что бы ни происходило, в том смысле, что присвоить себе лавры это все гораздо, хотя есть скромные люди, безусловно, но самое главное отличие, что интернал, даже если происходит что-то плохое в жизни этого человека, не получается что-то, не выходит так, как было запланировано, все равно интерналы берут ответственность на себя. Вот Вера Суланика предлагает слово «инфантил», да, это, как мы понимаем, относится к экстерналам, это как раз относится к тем самым типам характера, которые вот описываются как раз-таки фромом, как потенциально склонные как раз-таки к авторитарным режимам. Элиза пишет, что это сложно, Элиза требуется «please elaborate what you mean», что именно сложно, если то, что я рассказываю, я даже не отрицаю, что это сложно, это вещь, которую нужно осознать, ну, если вам это нужно, естественно, раз уж вы попали на мои итоги по политической психологии, наверное, тему, которую мы сейчас избираем, она с точки зрения понимания, она потруднее, конечно, нежели там технологии там электоральных избирательных компаний, да, какие-то манипулятивные приемы, которые используют политики, поэтому я предупредила в самом начале, что это тема, которая, в принципе, вот разбор этой темы про демократию то же самое, ведь у нас будет, эта тема лежит в плоскости такой стык, это, безусловно, политическая психология, Элиза, на себя взять ответственность, это вот сложно, да, 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 взрослый, опять же, здесь имеется в виду, что первые, которые и мачу, и которые мачу, имеется в виду, вот, и мачу, человек незрелый, и мачу, как человек зрелый, да, потому что слово взрослый, как-то я просто, опять же, да, на английском воспринимаю, оно звучит так, как будто взрослый-то по возрасту, хотя я прекрасно понимаю, не как вы это имели в виду, по возрасту, да, мы знаем, что некоторые люди, взрослые-то взрослые, в смысле adult, те, кто английский владеет, grown up, но это совершенно не значит, что они мачу, в смысле зрелые, да, и наоборот, в общем-то, есть такие дети, ну, там, teenagers хотя бы, да, которые, ну, не совсем еще пока никак не adult, а уже очень даже мачу, и поэтому я вот опять, как я всегда делаю, я всегда упираюсь, ну, упираясь, в смысле я нахожу всегда все объяснения в понимании натальной карты, что она, конечно, объясняет все, и когда, вот в том числе создатели вот этого теста, локус контроля, когда они пишут про то, что это некая такая фиксированная, такой фиксированный пэттерн, который еще закладывается, как они пишут, который закладывается еще в детстве, раз они говорят, что это закладывается в детстве, значит, это некая такая воспитуемая вещь, которая потом фиксируется, превращается в пэттерн, и вот мы уже имеем интерналы, экстерналы, конечно, как всегда не бывает 100% экстернала, 100% интернала, даже те, кто плывут по течению, я начала говорить, что если это временно какая-то стратегия, иногда это бывает, слушайте, опять же, да, те же самые, например, представители еврейской нации, конечно, их временное, например, поведение такое, некоторое, может быть, там, подстраиваемость, еще что-то ради выживания, но это оправдано, в общем-то, да, или какие-то другие ситуации, но если это, в принципе, по жизни, это, конечно, уже другое, брат сказал, Элиза пишет, брат сказал, что ему выгоднее Макрон, если о политике, угу, ну, выгоднее, вы, Элиза, намекаете на то, что вы имеете в виду, что вы, брата, сейчас зачислили в категорию тоже людей, которые не очень жаждут проявить себя, и потому в Макроне они видят вот эту powerful figure, вы это имеете в виду, или я какой-то контекст не очень поняла, Джули пишет, вам подходит власть, даже не политическая, так, подходит, в каком смысле, с Джули, это вопрос, или, тоже не очень поняла, вам подходит власть, вы имеете в виду, почему я не согласна с концепцией того, что, то есть, опять, не согласна, не резонирует, я не могу этого прочувствовать, а другой человек, вот это вы что-то имели тут, Джули, если можно, поясните, пожалуйста, когда они говорят, что это паттерн, который закладывается в результате воспитания, я, конечно, тоже не могу с этим согласиться, потому что, если мы говорим о интернале и экстернале, соответственно, это категория ответственности, значит, это категория все-таки хорошо проработанного, если изначально было хорошее солнце, и плюс хорошая констелляция с Сатурном, то это не вопрос воспитания, да, воспитание что-то может корректировать, улучшать или ухудшать, но я не согласна с тем, что это формируется в результате воспитания, но с точки зрения политической психологии нам это здесь не важно, то есть, нам здесь важно именно то, что оказывается, если мы выясняем, что человек является экстерналом, это как раз и будут те самые люди, которым удобнее при авторитарной власти, и которые обладают вот всеми теми чертами, для них два пола, они одновременно мазохисты и садисты, и все свои страхи по собственной самореализации, независимой самореализации, они вытесняют, и вот объединяются ментально и психологически с той самой powerful figure, что на уровне политики является как раз политическим лидером, политиком, там уже зависит от того, кого вот такой вот человек выбрал в качестве политической фигуры. В контексте непосредственно нацизма, конечно, мы говорим, что вот все вот эти страхи были вытеснены и перенесены, да, как мы понимаем, на того самого фюрера. Вот, собственно, мы с вами тогда эту тему так оперативненько закрыли, по-моему, я все вам сказала здесь, да, и у нас тогда с вами останется одна работа Маслоу, я тоже вам уже кратенько вводила, то есть говорила, что если мы эту тему разбираем достаточно подробно, то мы не можем избежать и работу Маслоу, в том числе вот по этой же самой тематике, потому что он нечто третье вычленяет такой вот в человеке, и находит другие мотивы, которые толкают человека на приверженность авторитаризму, а не демократическим режимам. Если есть сейчас вопросы, если есть комментарии, Джули, если пояснить, если Лиза пояснит по поводу Макрона, потому что Макрон, ну, тут же как политолог, я только могу рассуждать, у меня нет ощущения от Макрона, как исходящая от него хоть какой-нибудь power или хоть какой-нибудь authority, прям совсем нет, абсолютно никакой нет, поэтому мне тоже трудно прочувствовать, чтобы Макрон оказывал на кого-то вот такое воздействие. На авторитарного лидера он тоже, в принципе, не тянет, но и политические режимы в Франции мы никак не можем назвать авторитарным, естественно, естественно, нет. Вот, с точки зрения моего, моего личного отношения, как оценки его, как политика, это только мои личные отношения. Я, опять же, не исключаю того, что кто-то увидит в нем, видит в нем вот ту самую пару фиггал, но еще раз, мы же это в контексте говорим авторитарных режимов, да, Франция, не авторитарный режим. Лиза, он хочет учиться там, он предлагает какие-то конфеты, конфеты. Макрон предлагает конфеты. Ну, здесь похоже, что просто ваш брат выбирает страну, где по совершенно очевидным признакам стоит учить или нет? Власть как социальное проявление своих истинных качеств, сильного интеллекта и влияния на мышление и созидание. Власть как социальное проявление своих истинных качеств, сильного интеллекта и влияния на мышление и созидание. Это связано с фразой, которую Джулина писала до этого, что вам ближе. Немножко потерялась все-таки мысль, не могу состыковать. Власть социального проявления своих истинных качеств. если по социальному проявлению значит мы не про человека я не очень понимаю истинное качество чего? истинное качество политической культуры немножко потерялась от Джулии, честно говоря так, вот Ассель пишет что французы не любят Макрона ну тоже, да, здесь нам нужна опять же статистику статистику знать, я знаю довольно хорошо предвыборные опросы, которые проводились перед выборами во Франции и в том числе у себя на прямом эфире говорила про то что многие не проголосовали за Мария Ле Пен, не потому что они не хотят ее видеть в качестве президента но потому что в медийном поле была создана такая назовем это совершенно притянутая категория политического спектра куда поместили Мария Ле Пен, имеется ввиду крайне правый политик, culture right что совершенно, конечно, неправильно она никакой не ультраправый политик то, что она является про-французской, а не про-европейской имеется ввиду, она ратует за интересы французов как нации и Франции как страны а не за Евросоюз как Макрон выходил после своей после своего переизбрания под гимн Европейского Союза а не под гимн Франции это о многом говорит, безусловно то эти люди, которые побоялись проголосовать за Мари Ле Пен ну что я могу сказать ребята, учитесь учитесь распознавать крайне правых политиков имеется ввиду ultra right просто правых политиков и центристов если вы, конечно, ничему не учитесь я сейчас не про вас, понимаете, да? я в принципе про падение уровня образования во всем мире если вас так легко провести и только потому что вам медиа пару так лет, а то и больше твердили, что Мари Ле Пен является ультраправым политиком а потому избрав ее она чуть ли не станет диктатором ну вы являетесь заложником своего же очень плохого образования и непонимания того как работает политический спектр если мы говорим по Макрону да, это вот назло бабушке уши отморожу старшее поколение французов которые в общем-то тут даже были такие высказывания политологов французских насчет того, что конечно старшее поколение французов могло бы и подумать о молодом поколении потому что молодое поколение и тоже они сами виноваты в этом молодежь, я имею в виду которые очень бойки и очень смелые когда они в соцсетях и ставят палец вниз и ругают, и кроют того же Макрона то, например, матом только когда наступает день выборов они сидят и свою замечательную пятую точку не отрывают от дивана а старенькие французы отрывают они оторвали, пошли и проголосовали за Макрона потому что им менять уже ничего не надо они ничего не хотят уже менять им зачем? и потом хоть сколько угодно французская молодежь может кричать и ругаться вот у нас бессовестные французские старички проголосовали за Макрона так вы сами пойдите и проголосуйте интересная логика которая, к сожалению работает очень во многих во многих странах почему-то электорат думает что должен какой-то другой электорат прийти угадать чего сидящий на диванах электорат там хочет и проголосовать за них ну так не бывает так просто-напросто не бывает Эльза сказала он сказал что боится alright Мария Лепен в общем Джули пишет в общем у вас чувствуется власть сильный интеллект то есть это было все-таки про меня я так поняла это перед Джули да спасибо ну по крайней мере я не отрицаю того факта что где-то на кончиках пальцев я хорошо понимаю как работает что такое власть как она работает как работает политика вот это я реально ощущаю и мне это резонирует и прекрасно понимаю природу власти и ее составляющие которая отражена была Макеавелли то есть ту самую грязную составляющую если хотите и прекрасно понимаю что много очень много людей в политике которые действительно хотят как бы пафосно это ни звучало сделать что-то хорошее и для страны и для мира как обычно некую усредненную и мы имеем некую усредненную форму сволочей и добродетелей и с хорошими задумками людей с плохими чисто корыстными задумками ум это власть да это абсолютно однозначно опять же если это в карте соединение с Плутоном хорошее с солнцем солнцем хорошее то это конечно да просто да многим людям просто либо дано либо не дано конечно опять как политтехнолог я сейчас могу что-нибудь там брякнуть очень такое дерзкое вроде дайте нам денег и мы приведем к власти кого угодно нет нет конечно возвращаясь к примеру с третьим рейхом я вам говорила о том что это работает только в том случае если все-таки политик ну если мы говорим политтехнологи политолог тонко чувствует тренды и понимает на какую почву должно упасть сказанное политиком какое зерно должно быть обронено и какая-то сумасбродная и совершенно неожиданная пусть даже очень хорошая но совершенно неожиданная идея для неподготовленного электората но она не взрастет она не даст не даст плоды на это можно очень много ухайдокать денег но уж если вы собираетесь какую-то революционную идею и провести какую-то инновационную в смысле прорывную некую идею то для этого надо надо электорат готовить под это надо готовить и это вопрос не месяцы правда правда Макрон является в этом смысле хорошим и печальным примером того как я тебя слепила из того что было как можно буквально за несколько месяцев французскому электорату предъявить вот как из черта футбокер ну в смысле что он был в политике он работал всегда в финансах но не был политиком как таковым и вдруг предъявить французскому электорату вот такого симпатичного юркого с романтической историей влюбленного в свою учительницу о май гад Макрона и вот он уже на коне и вот он уже избран это вопросы уже к европейской аудитории к подготовленности европейцев с точки зрения их образованности их интеллекта еще раз если вы так легко верите в то что Мария Люпен крайне правый политик ну окей хотя бы почитайте немножко про ее позиции хотя бы изучите что такое политический спектр и где она в этом спектре находится поэтому тут и виноваты все и заслуга всех но мы говорим вот именно в контексте политической психологии и психологии масс и предрасположенности к авторитарным режимам именно вот о той самой интернальности экстрадальности и бегстве от свободы либо бегство вот за той самой свободы ради в смысле ради этой свободы ради той самой реализации где никаких границ для человека нет кроме его совести моральных ограничений которые вот ассоциативно как я вам и сказала как раз таки в астрологии объясняется как раз таки Сатурном Элиза пишет частная жизнь политика важна если вы спрашиваете мое мнение то зависит от того во первых опять про какую страну мы говорим зависит от того на каком этапе эта информация скажем так вынимается из ларчика и представляется аудиторией поясню что я имею ввиду допустим в случае Макрона вот эта романтическая история она сыграла на руку то есть она политику кандидату политическому в общем-то ну чего там многие в любых странах политиков не любят считают их прохиндеями которые только гребут в свой карман и вообще хотят только живут только ради этого политика и ради него готовы на все политика и ваевл имеет место быть политическое самовыживание называется политология но конечно говорить вот так вот огульно говорить что политики это такие вот исчадия ада и среди них нет с хорошими намерениями по крайней мере дальше когда игра начинается там нужно очень много интересантов удовлетворить и всех в эту формулу ввести чтобы получилось реализовать задумки которые вы хотели реализовать будущий еще кандидатом его образ смягчила вот эта история романтическая тем более что проходили уже тогда истории его связи плотной с американскими известными банкирскими фамилиями того же самого еврейского происхождения и в общем эта романтическая история она довольно смягчила сыграла ему на руку однозначно не подводит его до сих пор да он везде очень романтично ходит вот своей женой в других странах в частности в нашей да это служит скорее поводом для юмора тут можно по разному относиться называть что-то эйджизм подчеркивать что его жена намного старше приписывать ему нетрадиционную сексуальную ориентацию и так далее тем не менее это помогло ему прийти к власти это не вредит ему до сих пор для с точки зрения французского электората в общем-то что думает в этом смысле россияне это в общем-то никак не должно касаться его совсем если мы говорим уже о частной жизни политика под частной жизни тоже смотря что и private life в смысле там жены и дети и вот все такое для действующего политика ну вот например если мы берем Владимира Владимировича да постоянно вот эта тема которая связана с Алиной Кабаевой например опять я здесь говорю совершенно свое мнение я не считаю что это как-то должно влиять на оценку политического деятеля совсем когда кто у нас там был да Николя Саркази развелся потом женился вот на Карли Бруно Бруни да по-моему фамилия не такая я не считаю что это влияет вообще как-то на оценку и должно как-то влиять вообще на оценку политической деятельности абсолютно you have to hide it if you have plans to go in politics это или знаете в работе принцип пружины чем больше вы скрываете чем больше потом выскочит отскочит и в лоб даст особенно в наше время медиатизации скрыть что-то довольно сложно если у вас конечно такой есть по жизни партнер который вот с которым вы вынашиваете прям планы что вы собираетесь быть в политике через энное количество лет это абсолютно вам лояльный партнер который согласен находиться энное количество лет в тени при этом узнав что вы собираетесь в политику не будет на вас тихонечко собирать разные компроматы всякие делать видео с фотоснимки и так далее я могу сказать что я вы просто чертовски вам чертовски повезло но что к сожалению очень многие истории подтверждают что вы можете скрывать сколько угодно если потом какая-то история вылезает а там не очень чистоплотные уже не говорю про мету движение не очень чистоплотные партнеры которые потом все это вывалят и в итоге получается лучше бы вы сами честно и то как это наиболее правильно преподнести публике если отношение совсем скажем так стандарт ну в смысле например у вас там не классический там брак например гостевой брак в такой консервативной стране как наша даже это приходится объяснять на уровне человека в общем какое ваше собачье дело но мы же говорим про политика политик все должен объяснять поэтому если вы уже ввязываетесь в этот вы должны выстраивать стратегию коммуникации с аудиторией свою медийную стратегию и стараться преподносить информацию так как вы хотите чтобы ее узнали чтобы потом не вывалились все вот эти скелетики из того самого шкафа не посыпались чтобы это мое мнение такое так элиза трудно готовитесь если готовитесь надо готовиться заранее так я так понимаю что сейчас у нас вопросов нет немножко нас с вами дольше пересидели но я думаю что никто не в обиде главное что эту тему мы с вами эту работу полностью оперативно ее осветили и тогда в следующий раз через две недели помните мы чередуем теперь то есть следующее воскресенье у нас будет снова астропсихология на платформе забываю как называется бонус PSY по-моему там будет астропсихология потом соответственно через неделю то бишь с этого момента через две недели мы с вами встречаемся снова за политическую психологию поговорить чуть-чуть акцент дать нерусского и продолжим тогда вот по работе уже масло сейчас я тогда буду отключаться переходить на свою платформу там у меня прямой эфир еще раз обсуждаем текущие политические события политику готова ответить на ваши вопросы если они есть и здесь тогда сохраняем видео как обычно буду рада ответить на ваши вопросы если вас после просмотра уже видео и тогда мы с вами до следующей встречи прощаемся всех была очень рада видеть спасибо за активное участие за вопросы за комментарии иногда не вопросы очень-очень рада всегда с вами встретиться всем всего хорошего до встречи через несколько минут с тем кто присоединится и до встречи через неделю с остальными всем пока хороший вечер спасибо за субтитры спасибо за субтитры Продолжение следует...